Сергей и Екатерина Михаленко вместе с института. Вдвоем учились в Харьковском медицинском. На последнем курсе с ними связался главврач Борисовской больницы. Предложение отличное. Бесплатная ординатура и место в коллективе. Решили вместе сюда уже приехать по целевому именно, чтобы уже совместно и работать. Ты знаешь, что тебя выучат, и ты придешь работать. То есть ту больницу, в которой ты хочешь работать, или тебе порекомендовали, это очень удобно. Помогают и с жильем. Первое время руководство больницы снимает для семьи квартиру. Сейчас Екатерина в декрете, но как только дочка подрастет, выйдет на работу врачом общей практики. А Сергей уже трудится в штате рентгенологом. Говорач обещал нам поставить компьютерный томограф. Скоро обещал переходить на цифровой рентген. Тут опыта можно набраться. В Борисовке семья работает уже год. Говорят, здесь комфортнее, чем в городе. Зарплата выше, все необходимое рядом и, главное, спокойно. Я сам родом из села, мои родители из села. И как-то более ближе мне природа, поля, более ближе по духу. По условиям целевого договора Сергей и Екатерина должны отработать в больнице пять лет. Но уже сейчас пара подумывает остаться в Борисовке и после этого срока. По опыту 90% людей, которые приходят, они остаются. Потому что условия работы на селе сейчас кардинальным образом изменились, чем, допустим, было 5-10 лет назад. Поэтому в районе работать сейчас комфортно, удобно, современное оборудование. И люди понимают, что нет смысла никуда уезжать. Сейчас в Борисовской больнице по целевому договору ждут еще четырех молодых врачей. В 2022-м количество таких квот в регионе увеличили почти в два раза. 494 специалиста и 256 ординаторов смогут получить бесплатное образование и гарантированное трудоустройство в государственных медучреждениях области.